слава украине привет всем от полонского давайте посмотрим на ситуацию в украине сегодня имеется ввиду война с так называемой россией что у нас на фронтах происходит или не на фронтах значит так по херсонской области смотрите фашисты продолжают наносить удары по самому городу точнее даже не по самому городу они пытаются его оставить снова без света дело в том что удирая из херсона когда они драпали фашисты взяли и уничтожили полностью городскую инфраструктуру мы это все прекрасно знаем уничтожили в том числе все объекты энергообеспечения пришлось это все дело восстанавливать с нуля восстановили по большей части они сейчас наносят удары по линиям электропередач которые идут в херсон то есть пытаются любыми способами оставить херсон снова без света соответственно частичным какой-то мере им это удается очень временно конечно удается потому что но бывает пропадает свет на том же шуминском на острове до острова там конечно хуже всего ситуации что тут говорить а так пропадает периодически свет и собственно говоря его чинят эти опять обстреливать но такая вот ситуация она продолжается качели наши наносят соответственно удары по расистам которая пытается обстреливать город и с моей точки зрения это все прекратится в тот момент когда наши отобьют левобережную часть херсонской области соответственно бандиты больше не смогут наносить удары с 15-20 километровой зоне зон из зоны под сторону днепра откуда они сейчас их наносят ну немножечко придется подождать ждали больше пока что в городе и свет и вода есть но с островом проблема кто херсон знает тот поймет дальше запорожская область продолжаются такие знаете тактические ходы с нашей стороны их стороны больше артиллерийские дуэли кстати да сегодня неплохо прожарку сделали под скадовском наши расистам возле голой пристани тоже самое сделали прожарку на это херсонская область так что работаем по донецкой области более-менее сегодня наш прошла спокойно по крайней мере так утверждает администрация бахмут наших руках нет никаких проблем ну сегодня опять пойдут в атаку эти опять будут закидывать мясом но пускай закидывают мясом но если им так нравится чтобы их мясо валялось по всему полю значит в донецкой области будут самые толстые собаки и самые сытые волки что еще могу сказать других комментариев к этому у меня нет по одесской области интересный момент значит область была атакована сразу 15 дронами камикадзе шахет большому сожалению 5 дронов долетела 10 было сбито над херсонской николаевской и одесской областями пять дронов долетела и нанесли удар по объектам критической инфраструктуры соответственно в области частично нет света ну продолжаются бандитские действия путина такие же точно как херсонской области только если в херсоне он пытается обстреливать из арсезовой артиллерии то по одесской области он пуляется соответственно шахетами к сожалению что улью пять штук долетела также были за ночь обстрелены наши города в купинск был обстрелен это харьковская область то есть они вот что делают они когда удирают они от бессилия начинают потом артиллерии пулять по нашим городам которые мы освободили вот купинск волчанск и так далее ну шоца им да и ничего абсолютно им это не даст это только вызывает озлобление людей против путинской банды против путинской банды убийц террористов насильников и мародеров если они думают что это им чем-то поможет или я вообще не понимаю зачем они это делают но тем не менее вот продолжаются обстрелы и в харьковской области и противостояние соответственно в луганской области где я так понимаю все ждут нашего большого наступления ну посмотрим будет ли она там или будет она в запорожской области а может и там и там будет я не знаю а может донецкой области шмякнем по ним это командование виднее ну а сегодня такой день знаете более как вам сказать статичный и с попытками расистов в очередной раз ударить по нашим объектам энергетики ну как то так как то так далее Продолжение следует...